Я сегодня сварила, мои хорошие, свой долгожданный супик с фрикадельками. Так, ребята, что хочу сказать. Сейчас как скажу. Ну, не выливать же мне его. Сейчас не обидно, прискорбно и очень-очень неприятно. Правда. Вот смотрите, да? Красивый. Вот красивый, красивый, прекрасивый. Я сегодня поработала совсем чуть-чуть. День хороший. Кстати, за два часа заработала так же самое, как и в будний день, потому что комбах нет. Так, успокойся. Друзья, представляете, что такое воскресенье? Я теперь буду всегда в воскресенье, буду будний день брать, выходной. Так, секундочку, сейчас камеру выставлю. Я хочу просто вам сейчас рассказать, я расстроилась. Так, подожди. Друзья, вот я правду хочу сказать. Вот и от ОТБ, понимаете? Ох и от ОТБ, блин. Я просто замоталась и забыла, что я мясные продукты, кроме Степаша и котика, вот этих вот спинок куриных, ничего не беру. Правда. Там их быстро разбирают, и они свежие. Это я могу сказать 100%, потому что берут только там. Там столько мяска, прямо филе попадается. Это да. Кофе, крупы, да, мы там берем. Ребята, я сегодня поработала, я уже только что сказала. И заехала по пути на солнечном ОТБ. Думаю, сейчас куплю. Мне так Люда говорит, мам, свари, говорит, супик жиденькое что-нибудь. Думаю, ну какой же сварить? И потом она мне звонит, говорит, мам, давай с фрикадельками. И я зашла в ОТБ, покупала кофе, купила редьки, купила моркови, купила. Вот. И смотрю индюшинный фарш. Думаю, о, с индюшатинки, класс. Ребят, ну вообще с головы выпало, что селедку покупала вонючая, что фарш покупала, что курицу, я уже рассказывала сто раз. В общем, друзья, приехала в настроении. Танцы, шманцы все вы увидели. Надеюсь, вы улыбнулись. Я вас готовлю морально к Новому году, потому что погода унылая, короче, херня полная. Учится настроение. Ну, ребят, ну правда, ну так неприятно. Я голодная, хочу жрать. Целую неделю ничего не ела жидкого. В общем, значит, поставила воду, картошечку почистила. Зажарочка у меня делается. Думаю, пока картошечка варится, сейчас быстренько фарш. Я в фарш, в мыску, туда лучок. Яйца купила, туда одно яйцо. И, знаете, начала перемешивать. Ребята, как. Я вам сейчас, знаете, как скажу, как кто-то пукнул в лицо. Я вам серьезно говорю. Я не знаю, как это. Ну, вы догадываетесь, да? Ну, это какой-то кошмар, понимаете? Ну, у меня же цель, все, я должна свалить супик. Я, короче, специями, я туда душистый перчик, я туда кориандр, я туда вот это вот специи, которые, знаете, мивина. Ну, в общем, специями начинаю, начинаю. Вроде бы запах неплохой. Вроде бы, вот сейчас я беру, налила я, сейчас, смотрите, вот такую фрикадельку маленькую сделала. Сейчас при вас я ее попробую. Если будет херня, я выкину. Понимаете, если бы я запах, он, лучка зеленого добавила. Сейчас. Ну, что я хочу сказать. Индушинного фарша не чувствуется. Специи. Одни специи. Угу. Одни специи. Обидно, понимаете? Обидно. Если бы я заметила сразу это, когда еще не размешивала, что есть запах, я бы взяла этот разрывной кулев, взяла бы чек. Я бы продавцам ничего не говорила. Я пошла бы к администрации. Ребята, ну, это что такое? Если кто, девочки, кто сейчас смотрит меня? Кто работает в АТБ? Кто скупляется в АТБ? Я вас очень прошу, обратите на это внимание. Ну, что же у вас вот такие товары? Ну, мы же АТБ любим, ходим в АТБ. Ну, как это так? Сырочки у вас хорошие. Продукция-то нормальная. Овощи хорошие. Ну, почему с мясными постоянно проблема? Ну, это что такое за безобразие? Вот эти вот стикера вы... Это к администрации больше. Переклеивайте. Во-первых, я открыла серый фарш. Ну, знаете, серый, ничего страшного. Мы люди простые. Жрудок переварит. Ну, вот моей маме такого уже есть нельзя. Тем более, индюшатина, диетическое мясо. Индюшатина. Как раз для диабетика. Вот сейчас диабетик купит этот фарш. Ребята, я представляю. АТБ на солнечном, кстати. Я представляю, сколько сейчас полетит в морду бедным продавцам этого фарша и этих курей. Ну, это какой-то кошмар. Ну, это какой-то кошмар. Ребята, не покупайте в АТБ на сны. Не покупайте. Это же какой-то просто трэш. Ну, нельзя. И 78 гривен килограмм. Я купила полкило. Все. 30-ку, 45 гривен я выкинула на это. И вот, смотрите, я сюда. И вермишельки, и картошечку. Вот, смотрите, что я бросила, чтобы не чувствовался ни запах, нет. Вот, красный горький перец. Чтобы хоть как-то перебить этот суп. Очень вкусный. Очень. Фрикадельку хочется ж фрикадельку. Весь симус во фрикаделевом супе. Это фрикаделька. Когда он напитывается этого мясного бульона. Лучок, яйцо. Ну, это же прелесть. И что? Ну, хлебаю по хлебку. Какой-то кошмар. Ни в коем мере я этим не хочу испортить вам настроение. Девочки, Украина. Обратите внимание. Вот, пришли домой, если вы купите. Потому что мы с работы бежим. Нам надо. Нам надо кормить, семечка кормить. Тогда надо самим поесть. Мы же не будем свининой, свининой постоянно питаться. Этими курями. Задолбали эти куры уже. Ну, мы индюшатенька сейчас сделаем. Просто какой-то ужас. Ой, вкусный такой. Бульон класс. А, блядь, знаете, какой сделала на этом? На спинках. А спинки в АТБ хорошие. Ребята, мясо, вообще, столько мяса на них, прямо не лысое. Там можно вообще срезать, еще и сковородку забацать. Серьезно говорю. А вот куры и фарф, я забыла просто. Забыла и все. Потом, вы знаете, да, ВАТБ... Раньше мы как брали пакетики. Сейчас, друзья. Ой. Люблю горячее, прям, чтобы оно кипело во вту. Я знаю, нельзя. Нельзя, но люблю. Угу. А, еще меленько чесночок порубила сюда. Чесночком, короче говоря. В общем, друзья. Прямо я не могу. Так хотелось мне фрикаделек. Так мне хотелось фрикаделек. Это... Сейчас. Кто там? Кто? Что надо? Что? Что? Сейчас, друзья. История умалчивает. Даже не стоит это говорить, кто это и что это. Короче, еще хочу сказать. Вот эти ВАТБ по поводу кулечков. Клянусь, я не знала. Я не знала, но потому что, друзья, потому что занимаюсь совсем другими делами, так как, в принципе, и вы. Вот эти кулечки, которые одноразовые, что мы туда ложили овощи там, да, ну, для наших нужд отрывали там, с ручками. Все, 12 копеек, мои хорошие. Вот взяли вы 5 кулечков. Вот, 70 копеек, да? Все. Вот туда картошечку положили, друг один кулечек, потом лучок, морковочку, все. Каждый кулечек 12 копеек. Имейте это в виду. Возвращаемся к старым временам, к хорошему, забытому, старому. Моем что? Пакеты, как наши бабушки и мамы, да? Пакеты стирали. Не пакеты, а кулечки одноразовые. Ну что? Ну, конечно, не все это будут делать, но будут, я знаю, что женщины будут это делать. Это у нас в крови. Ну, тем более, нас еще это обязывает, потому что, если бы мы, у нас был бы доход больше, тот, кто скупляется в АТБ, то туда бы, естественно, не пошел. И еще, девочки, идут праздники, да? Какие бы там современная кухня не была, какая бы там кухня не была на микроскопическое, на каких-то там красной рыба, лососи, красная икра, авокадо, апельсины, крабовые салаты. Все равно, Новый год, стационарно, оливье, стационарно, кто любит, я знаю, будут делать, мимозы всевозможные, сельдь под шубой, не берите, вообще, рыбу не берите, я вас просто призываю. Совсем недавно, я же не буду все показывать на камеру, тоже купила, а ванна такая жирненькая, жирненькая. Я же начинаю вспоминать, я же чухаться, чтобы выкинули, выкинули. Запаха не было, ничего не было. Внутри рыбы, вот такие селитеры, вот такие они. А надо было заснять, вот надо было заснять. Девчонки, к вам никаких претензий совершенно, потому что вы люди, которые работают в ЭТВ, вы идете и зарабатываете деньги. Это ваша работа. Ну, девочки, мои хорошие, вы же тоже потребители и покупаете. Я знаю, что многие покупают в холодильниках, у себя в магазинах. Обратите на это внимание. И не молчите. Ничего вам за это не будет. Не молчите. Не молчите. Сколько можно уже? Ну, правильно. Культурно сказать администрации. Взяла, купила домой и фигню привезла. Принесла. Все. Вот так вот. Ну, что? Мысяку я сперла, потому что я была очень сильно голодная. Ребята, я должна была с вами поделиться этой информацией, потому что я не хочу, я не хочу, чтобы, девчонки, вы меня все услышали, да? Ой, да. Ну что? Теперь о хорошем. Что у меня хорошего? В принципе, знаете, как хорошо? Хорошо это то, как это мудрец сказал, когда все повторяется. День сурка, да? И никаких нет скачков. Ни в плохую сторону, ни сильно в хорошую. Все стабильно, все хорошо. Хотела вас поблагодарить. Благодарить, спасибо, что вы мне написали, что мы вам поняли настроение. Мы так смеялись с Людочкой. Понимаете? Я ее ждала возле ресторана. Возле ресторана иллюминации. Как днем. Вот, как в этой комнате. Все. Полчаса я ее ждала. Все, тронулись. Потом же едем. Как красиво здесь. Как красиво здесь. Потом выехали в темноту. Ну, темно, потому что ослепленные были этой красотой. А фары не включены. Какие есть тактичные молодые люди. Вообще водители. Знаете, другой бы там. Вообще-то, так он классно сказал. Вообще-то со светом ездить лучше. Класс! Я вам говорю, класс! Ой, я не могу, ой, я не могу. Настроение у меня вообще прекрасное, хорошее. И что, ребята, думаете, я расслабляюсь в воскресенье? Нет. Сейчас тоже Людочка позвонит. Во сколько, когда не знаю, заберу ее с работы. Вот. Мама на работе моя тоже сегодня, труженица. Все же ждем, все ждем. Когда будет большая зарплата. Я говорю маме, ма, это же с Нового года у вас, у медиков, будет очень большая зарплата. Ой, Наташка, не знаю. Не знаю, девки все молчат. Не знаю, никто ничего не знает. А я же ее подкалываю, говорю. Да ну шо, будет, говорю. Ну, тысяч двенадцать точно будет. Смотрит на меня. Я говорю, тогда я не буду работать. Я не буду работать таксисткой. Я буду дома сидеть, буду готовить кушать. А она такая, да, да, возле меня я буду работать. А ты, так тебя не хватает дома, так тебе... Я говорю, слушай, ты миллионер. И каждое утро ко мне подходит, я же на нее бывает гаркну. Ну, почему гаркну? Понимаете, оно одно и то же, одно и то же, одно и то же, что спрашивает, спрашивает. Она такая, стоит утром, четыре утра. А ты работаешь сегодня. И так стоит, ручки сложила. Я говорю, мам, что ты хочешь? Я говорю, да, работаю. Я говорю, дай поспать. Разбудила меня. Я говорю, а что ты хочешь? Что-то купить она. Я так переживаю, я так переживаю. Разбудила меня, чтобы сказать, как она переживает. Понимаете? Ну, это такое. Знаете, я хочу нотку позитива вам внести. Вот. Я хотела сюда и танец вставить. Потом думаю, танец АТБ. Ну, это будет просто как-то, знаете, не тактично, ни к чему. Танец был отдельный для настроения. Ну, не знаю, там, по-моему, слишком громковато. Но мне хотелось. Знаете, кто меня уже понимает, кто меня знает, когда я расстроенная, вот натуре я расстроена. Ребята, вот это вот для меня самый классный антидепрессант. Вот движение, движение, вдыхалка, все вышло, вышло. Вот это вот негатив, понимаете, негатив. Танцевала, все будет хорошо. Я это знаю. Понимаете? Не, ну, что... Знаете, на близких можно выплескивать, на еще на кого-то можно выплескивать. Зачем это можно в движении? Кто бегает? Ну, как-то бегать уже темно. По поводу работы я сегодня зарабатывала, зарабатывала. Прямо деньги идут, идут, рекой пассажиры идут, идут, друзья, все. Первая зорькость у меня была в 2 часа. В 2 часа как стало темно? В 2! Думаю, нет. В окно машину больше обойдется. А если не машину? Так что, друзья, береженого Бог бережет. Береженого Бог бережет. Все, всем мира, всем добра, всем здоровья. Готовимся к новогодним праздникам. В АТБ мясо, рыбу, консерву не покупаем. Пока. Как рыбачки предложить, я не знаю, это отсюда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...